Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я расскажу, как можно отправить какие-то товары, какую-то посылку по Европе с помощью одного лайфхака. Если вы не хотите платить много денег за пересылку. Это было если вам интересно, как можно отправить посылку и детали в Успанию с минимальными затратами, то продолжайте смотреть это видео. Поехали! Когда я была в России, то там было очень удобно. Сейчас там есть такой сервис, называется СДЭК. То есть это как почта, только частная. И их приемные пункты находятся почти во всех городах России. Можно отправить любую посылку, любого размера. Это не так дорого. Там типа 400 рублей. Наверное, дороже, чем на почте, но зато она приходит быстро. По-моему, в течение трех рабочих дней. Когда была в России, меня некоторые люди просили кое-что привезти из России сюда, в Европу. Но так как их родители живут в других городах, а я живу в Армии, они мне профессионали это не сдать. А здесь работает по-другому. Здесь нет такого сервиса. Здесь есть типа всякие эти мейлбокс, там прочее. Они типа стоят... Ну, тут, знаете, сайт по Европе пересылка дорогая. Там что-нибудь простое послать будет стоить 20 евро. А, нет, точно. Я посылала через мейлбокс. Мне посылали из Барселоны в Рим. Мой паспорт, который я забыла с обоим. Нужно был русский паспорт, чтобы полететь в Россию. И в итоге мне его прислали, и это стоило 30 евро. Просто паспорт, даже не посылка. Это просто документ. А если тут тяжелый, то это будет стоить дороже. А тут что мы обнаружили, как можно сделать. У меня есть одна подружка, она попросила меня привезти кое-что из России. Я вот прилетела в Рим, потом я должна поехать в Барселону, а она зовет поликанты. То есть мы с ней встретиться как бы не должны. И она предложила это сделать через сервис Vinted. Ну, многие, наверное, уже из вас знают, что это такое приложение, где люди продают вещи БУ, обувь, вообще все, что хочешь. Подешевка там можно найти что-то хорошее. И в итоге мы сделали так. Я просто загрузила все ее вещи, вот все ее покупки. Все, что я ей привезла, этот пакет, мы его загрузили на Vinted. Я с своего аккаунта разместила цену 1 евро. Ей скинула ссылку, она его сразу же купила, этот набор. Я там фотки все выложила тоже, чтобы не было подозрений. Хотя, может быть, им пофиг. Она купила этот лот за 1 евро. И сейчас мне нужно пойти в пункт приема и отдать это туда, чтобы они отправили. Ну, то есть пересылка за их счет. Ты не должен ничего платить за отправку. Ну, как будто бы просто я продала себе вещи. Причем раньше в Италии не было этого. А недавно появилась в Италии. Поэтому теперь можно из Италии отправить в Спанию. Так что пойдемте сдадим с вами весь этот набор. Сейчас дала я эту посылку. В итоге, оказывается, нужно ее было запаковывать в свою коробку. А я думала, что как в России придется. Все запаковали в коробочку и послали. Вот, нет. Но этот работник, это вообще не пункт Винтед. Это просто обычный табачный киоск, который сотрудничает с этим сервисом. Вот. И получается так, что они... Он просто достал какую-то свою коробку, у которого у него осталось, какие-то товары. Он туда все загрузил и послал. Огромное ему спасибо, потому что должна была я все запаковать, принести готовенькое. Нужно было распечатать квитанцию, которую я забыла распечатать. Я сбегала в соседний киоск, поспечатала. Он это приклеил, все замотал сам скотчем, все упаковал. Надеюсь, что посылка дойдет. Осталось из сохранности. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если оно было полезно, обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк этому видео. И увидимся с вами в следующих выпусках. Пока! Пока!